Господу, братья и сестры, наш христианский путь нелегкий. И в жизни отдельных христиан встречается очень много трудностей и даже очень серьезных скорбей. Я хочу поделиться сегодня на основании Слова Божьего рассуждением, размышлением на такой вопрос. Вообще, почему Господь допускает это, почему Он нас от этого не избавил? И первое место, которое, Священное Писание, которое я хочу прочитать, это будет Псалтырь, Псалом 33, и с 12 стиха. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его вклоплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Такое замечательное место священного Писания. Здесь даются нам обетования. И, может быть, уже кто-то слышал, в Библии богословы насчитывают более 7 тысяч обетований. И, знаете, так вот просто кажется, если бы хотя бы 10% в моей жизни исполнилось, ну, кажется, ну все было бы так хорошо. Все, вся жизнь была бы настолько ровной и без всяких проблем. Но кроме того, что столько Божьих обетований, я другое место еще хочу священного Писания прочитать. Это глава «Веры» из послания к евреям. Я буду ее выборочно буквально читать. 11 глава с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. В ней свидетельствованы древние». И дальше идет перечисление мужей и жен веры. И 13 стихом говорятся такие слова о них. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, и дальше мы читаем с 32 стиха, это же глава. И что еще скажу? «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня и так далее». А в 36 стих говорит «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям». До этого места, братья и сестры. И знаете, такой контраст. Речь идет и в той иной ситуации о людях верующих, и как может идти и о нас. И в жизни одних были славные моменты, и в то время о тех, о которых сказано, о которых весь мир не был достоин, претерпели очень серьезные в жизни испытания. И знаете, когда-то, когда умер Лазарь, иудеи говорили, «Не мог ли сей об Иисусе Христе, отвервший очи слепому, сделать так, чтобы и этот не умер?» Знаете, я вот так созвучно иудеям задам такой вопрос. «Не мог ли Господь, сотворивший небо и землю, искупивший нас от грехов, сделать так, чтобы мы не страдали?» Неужели, ну, Боже, почему? Ну ведь, братья и сестры, мы понимаем, что мы же не скажем такое, «У Господа не хватило сил». Мы понимаем, что хватает, достаточно. Но некий есть в этом замысел и план. Почему так? Вчера был брачный пир на церкви, и такая история случилась. Распорядитель пира задавал вопрос одному из дружков. Ну, дружки – это друзья жениха, которые дружат, возможно, уже очень долго и довольно-таки близко. И он задал такой вопрос. «Скажи, ты готов бы, был бы за жениха полтора года служить в армии?» И он, знаете, так задумался и не дал никакого ответа. Я потом уже подошел, уже в процессе на молодежном служении сказал, «А у меня вот был ответ, чтобы я сказал». И, братья и сестры, я хочу поделиться. Поделиться хочу. Братья и сестры, посмотрите, что происходит. Представьте, родители это хорошо очень понимают. Мы воспитывали детей, воспитываем бабушки, дедушки, внуков. И вот задумайтесь просто на такой момент. Готовы ли бы вы были всю боль ребенка, которую он испытывает в детстве, взять на себя? Вот представьте, он упал, ударился коленом, локоть разбил, порезался, обжегся и так далее. Очень много. И ребенок за день очень много расплачет не просто потому, что он капризничает, а потому, что действительно ему больно. Задумайтесь на какое-то время. Вы готовы ли были бы? Пусть он все то, что делал, делает, но вот боль вы возьмете на себя. И на самом деле, если так сделать, то ребенок ничему не научится. И Господь создал нас с нервными окончаниями. И при определенных условиях мы испытываем боль. И таким образом мы учимся ходить, не падая. Таким образом мы учимся брать что-то, не раняя себя, не обжигаясь и так далее. Мы познаем мир, и, к сожалению, мы при этом испытываем боль. И если у ребенка бы забрать эту боль, он бы ничему не научился, он бы в какой-то момент просто погиб, не испытывая в своей жизни боль. И, братья и сестры, мы в послании к римлянам, 12 глава, 2 стих, читаем такие слова. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И когда-то давно, просто по случайности, я узнал, что вот слово «преобразуйтесь» — это греческое слово «метаморфоза», которое обозначает преобразование, когда гусеница превращается в бабочку. Вот этот процесс называется «метаморфоза». Это то же самое слово. И однажды мне попала история о том, как человек наблюдал за рождением бабочки. Бабочка в свое время откладывает яйца, из них вылупляются гусеницы, гусеницы поедают иногда очень даже полезные вещи. Потом она превращается в куколку, и в таком коконе она находится. И через какое-то время из этого кокона прилагаем множество усилий. Очень множество. Она разрывает этот кокон, пытается из него вылезти, и вылупляется вот эта бабочка. И вот этот человек, наблюдая, решил ей помочь. И она прикладывала очень много усилий, возможно, страдала при этом. Бабочка, она такая хрупкая, кокон плотный. И он помог, он ей разорвал этот кокон, она выбралась, не испытав этих трудностей. И вы знаете, он обнаружил трагедию просто, то, что он сделал. Бабочка, когда прикладывает множество стараний, усилий для того, чтобы разорвать кокон, у нее в это время расправляются крылья. Из-за того, что он ей помог его разорвать, они у нее не расправились, она была обречена. То есть она не могла летать, и она не смогла уже выжить. То есть она погибнет. И вот знаете, братья и сестры, для чего я этот пример привожу? Господь допускает в нашей жизни сложности и трудности, как вот в жизни вот этой бабочки. Я образно скажу, для того, чтобы и у нас расправились крылья. Я вернусь к примеру с армии. Когда задал этот вопрос распорядитель, пошел бы ты в армию или нет, и я потом сказал, я бы сказал бы, я бы не пошел. Бог каждому из нас отмеряет определенные жизненные этапы, и это могут быть трудности, которые лично мы должны пройти. Никто за нас не сможет их пройти. Мы можем помочь человеку, писать ему письма, позвонить, приехать, передать передачу, но не можем за него это сделать, потому что он не научится, потому что его крылья духовные не расправятся. И смотрите, как Господь говорит о праведнике в 90-м псалме. 90-й псалм, 15-й стих. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби». Господь не говорит вместо него. Я с ним. И уже вспоминался сегодня о седрах Месаха и Адинага. И Бог их не избавил от огненной печи, но Он был с ними. Они должны были пройти этот путь для того, чтобы чему-то в жизни научиться. И знаете, когда в жизнь приходят различного рода трудности, проблемы, мы задаемся иногда вопросом, Боже, за что? За что? Но, я думаю, не раз мы слышали, что говорят мудрые люди, что надо спросить, для чего? Чему мы должны через это научиться? И, может быть, не было причины, за что в мою жизнь это должно было прийти, но есть причина для чего. На какие высоты Господь нас хочет поднять? Чему Господь через эти сложности хочет научить? Один служитель рассказывал, что он заболел, вот, ему сделали операцию, и что-то еще не так пошло, ему после операции было настолько плохо, говорит, меня просто после операции что-то нарушилось в организме, и я рвало, извините за подробности, очень длительное время. И я, говорит, перед Богом задавал вопрос, Боже, за что? А Господь ему сказал, что это ни за что, а для того, чтобы ты понимал людей, которые находятся в болезни. И, знаете, на какую-то другую высоту поднялся, тебе по-другому что-то открылось. И, братья и сестры, это слово, которым я хотел поделиться, для того, чтобы нас ободрить. Мы проходим трудности. Я хочу просто, чтобы моя проблема решилась. Вот просто, чтобы она появилась, и чтобы ее не стал. Но Господь преследует другую цель. Он уберет, возможно, эту проблему, когда мы извлечем правильный урок, когда мы научимся, когда мы ободримся в той ситуации, в которой мы находимся, когда мы возложим упование на Него. И я еще прочитаю местописание первое послание Петра. Это будет первая глава 6 стиха. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в ваше спасение душ». Я еще один пример приведу, что когда в моей жизни была серьезная проблема, испытание, я когда болел, и я уже повторюсь, я задал Богу вопрос, и я думал, что я этим вопросом Бога поставлю в тупик. Мне практически на протяжении 4 месяцев все время было очень больно. и физически было очень тяжело, я не мог нормально ни ходить, ни сидеть, ни лежать. И я по делам ехал в церковь сюда, и уже возвращаясь обратно, я Богу начал говорить, «Господи, если бы моему сыну было бы больно, и я мог бы ему помочь, неужели бы я ему не помог? Почему ты мне, Боже, не помогаешь?» И знаете, такой вот вопрос, «Боже, почему?» «Почему такое происходит?» И Бог допускает, вот опять же, такие моменты для того, чтобы мы действительно увидели, что внутри нас, чтобы мы рассмотрели, что там. И однажды жене я сказал такой момент, что если Бог желает через эти обстоятельства сделать меня лучше, у Него ничего не получается. Потому что через все вот это у меня в сердце пришла обида, горечь такая, раздражение, неверие. Я когда только закончил говорить эти слова, мне пришло четко в сердце, что это не пришло, это было. И, братья и сестры, через сложные вот эти обстоятельства, через трудные, мы видим, что у нас внутри. Но как было это увидеть? Что кажется, что вера наша крепкая. Мы проповедуем, мы говорим о вере. Но вера наша испытанная, мы только увидим, чего она стоит, когда она будет испытана. Она будет испытана через эти трудности. Я еще хочу прочитать место Священного Писания в заключении и вместе со всеми помолиться. Это будет книга пророка Исаии. Очень ободряющее место. 40 глава, 28 стиха. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают. И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И я, братья и сестры, хочу призвать всех к молитве, чтобы мы помолились по тем словам, которые записаны Римлянам 12, 2. Обновитесь духом, ума вашим, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Если в нашу жизнь пришли трудности, скорби, Господь для чего? Какой я должен из этого извлечь урок? И не просто огорчаться, обижаться, роптать. Но, братья и сестры, укрепиться в Господе, чтобы наши духовные крылья расправились. Давайте, склонившись, будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!